Здравствуйте! Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа, сетовала великая русская актриса Фаина Раневская. Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают. Сегодня мы зададим свои вопросы молодежному министру Архангельской области Елене Доценко. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Вот хоть и мир движется вперед, а молодежи каждый раз приходится начинать все сначала. Наверное, как никому, вам известно, что волнует молодежь сегодня. Действительно, молодые люди, только начинающие собственную яркую жизнь, самостоятельную жизнь, задаются теми же самыми вопросами, что и мы все. Но я считаю себя также молодым человеком. И мы понимаем, что есть проблемы с обеспечением жильем, с тем, чтобы найти достойную работу, получить достойный заработок. То, что волнует всех нас, совершенно одинаковый спектр. Но самое главное, мы проводили опрос среди молодежи Архангельской области. По итогам опроса лидирует даже не вот эта бытовая часть проблем, но прежде всего возможность для самореализации, возможность найти собственное дело. Я не обязательно говорю о бизнесе или о какой-то предпринимательской активности. Найти себя. Самореализоваться. Да, самореализоваться, быть успешным, приносить пользу обществу. Вот когда в вопросах лидируют именно эти позиции, то возникает такое нормальное чувство гордости за нашу молодежь и вдохновения для дальнейшей работы. Ваше министерство по делам молодежи, спорту, как раз и призвано как-то эти вопросы решать. Конечно, сложно решить вопрос, как молодежи самореализоваться, но все-таки что-то ведь предпринимаете. Да, наша основная задача разделить вот этот спектр проблем на конкретные задачи. Мы понимаем, что невозможно все сразу решить комплексно, учитывая и вопросы бюджета, и в принципе тот объем вопросов, который необходимо решать. Но в частности могу сказать, что есть комплексная проблема, о которой можно поговорить, я готова поговорить и сегодня, по обеспечению жильем молодых семей, молодых специалистов. Это комплексная проблема, которую не решить реализацией одной программы, либо за счет какого-то одного решения. Потому что даже наши молодежи, молодые семьи, молодые специалисты, незамужние, неженатые, они, ну, во-первых, потребность очень высокая, да, во-вторых, и проблемы совершенно разноплановые. Кто-то хочет собственный дом строить, кто-то хочет просто, чтобы ему отвели земельный участок для того, чтобы в перспективе построить собственный дом, как, например, настоящему мужчине, кому-то нужно жилье здесь и сейчас, и непременно там с определенным набором условий и так далее. То есть, например, я хочу жить не в Архангельске, хочу жить в Коряжме, или хочу переехать из Мизини и жить в Приморском районе. То есть вот все эти нюансы, они складываются в такой очень сложный пазл, который нужно структурировать и, в частности, правительству Архангельской области и нашему министерству уже преобразовать в комплекс мер. Вот одно из этих программ, один инструмент, который не решает проблему комплексно, но занимает определенную нишу и решает ее, да, вот с помощью программных вот таких действий, это программа обеспечения жильем молодых семей, под программу, федеральная целевая программа жилища. Вот мы уже в ходе реализации данной программы за несколько лет с привлечением муниципальных средств, средств предприятий, федерального и областного бюджетов мы обеспечили жильем более 1200 молодых семей. По области? Это по Архангельской области. Отрадно, что в городе Архангельске, в частности, начиная с этого года, вот с планируемого 2014 года, имею в виду, резко увеличено, в разы увеличено софинансирование, которое позволит нам привлечь и областные, и федеральные средства в гораздо большем объеме и значимо подвинуть ту очередь, которая сегодня сформирована в городе Архангельске. Очень, конечно, насущная проблема, и я думаю, что мы так вот действительно там за два года, за три, за пять даже лет, наверное, ее не решим. И потребности у молодежи растут. Потребность, да, вы знаете, когда меня назначили на должность министра, естественно, первый вопрос был, а какова потребность, то есть какова глубина проблемы, да? Выяснилось, что даже по данной программе, которая предполагает значительное софинансирование и со стороны молодых семей, то есть это не социальная выплата, покрывающая полностью стоимость жилья, вот даже потребность по данной программе составляет, в разы превышает то, то, что сегодня уже реализовано по социальным выплатам, более пяти тысяч молодых семей. Изучить в целом всю потребность, да? Во-первых, ее надо сразу же разделить на составляющие, да? То есть для кого нужна земля, то, что я говорила раньше, для кого нужна какая-то другой вид поддержки, для кого-то есть возможность взять кредит, но нужно правильно расценить процентную ставку и вести переговоры с банками, чтобы были специальные программы для молодых специалистов и для молодых семей. Общей потребности на сегодняшний день мы не знаем, но даже тот объем, который есть, он будет реализован только поступательно в течение нескольких лет. При этом молодых людей становится больше, молодых семей становится больше. Как снежный ком получается? Да, получается так. Почему я говорю, что это очень сложная проблема? И сегодня, в частности, правительство Архангельской области принимает ряд таких беспрецедентных шагов. Например, мы вместе с депутатским корпусом обсуждали изменения областного законодательства по предоставлению участков для застройки. Там есть два нюанса. Во-первых, мы говорили о приоритетах для молодых семей, чтобы они им обладали при постановке в очередь. А во-вторых, мы же говорим, что это должны быть скомплектованные участки с инженерной инфраструктурой. Это очень дорогостоящая вещь, но необходимая. Без дороги и света, в принципе, дом свой не построить, не обустроить. Я уже не говорю о сопутствующей социальной инфраструктуре, которой тоже нужно думать в комплексе. Мы говорили в том числе о возможности распределения земельных участков без привязки к конкретному муниципальному образованию. Сегодня наша молодежь от севера до юга знакомится, встречается и не думает, что замуж я выйду непременно за Архангелогородца, для того, чтобы войти в какую-то из программ. Молодежь мыслит глобально, молодежь готова передвигаться, она очень мобильна, и семьи появляются буквально из разных городов, из разных деревень, из разных поселений. Нужно снять эту привязку к муниципалитету, для того, чтобы молодежь могла строиться там, где хочет найти свою работу, где хочет построить свой дом и выращивать своих детей. Мы только о жилищной проблеме сколько говорим. Конечно, вопросы самореализации. Вопросы развития собственного дела. Здесь тоже есть один инструмент, который реализуется сегодня нашим министерством. В частности, речь идет о части программы по поддержке предпринимательства, развития молодежного предпринимательства. Здесь как-то все более радужно. Здесь, конечно, мы ориентируемся... У вас достаточно много грантов, да? Да, у нас, в частности, по программе молодежное предпринимательство, в этом году, благодаря реализации мероприятий программы, появилось 35 предприятий, маленьких организаций, которые создала молодежь. Более того, в части поддержки инициатив, то есть то, что исходит от самой молодежи, мы ежегодно не только сохраняем, но и наращиваем тот объем средств, который выделяется в качестве грантовой поддержки. Например, в этом году мы поддерживаем реализацию молодежных именно инициатив уже более 200 проектов на сумму более 10 миллионов рублей. Такая сумма, мы надеемся, что будет принята и правительством, и депутатами, и отражена с растущим показателем в государственной программе, которую мы будем принимать буквально в июле на днях. Да, ну вот мы еще немножко поговорим о самореализации. В Архангельской области созданы молодежные правительства, молодежный совет. Совет по делам молодежи при губернаторе Архангельской области и молодежное правительство. Это как раз для тех, кто ведет такую активную жизненную позицию? Ну это для тех ребят, которые хотят отражать мнение молодежи на самом разном уровне, хотят научиться и готовы представлять интересы молодежи в органах исполнительной власти и в представительных органах. Мы говорим о том, что у нас сегодня очень развита сеть органов молодежного самоуправления. Более того, молодежное правительство прошлого созыва, сейчас идет только конкурсный отбор, формируется новое молодежное правительство, инициировало проект создания системы молодежной власти. То есть на сегодняшний день в муниципалитетах, в городах есть дублеры, глав муниципальных образований. Во всех муниципалитетах созданы молодежные советы при главах районов, либо при мэрах городов. И ребята уже, так скажем, в режиме онлайн не только обеспечивают качественную, объемную, объективную обратную связь, но и сами реализовывают собственные инициативы. На местах тоже есть грантовые конкурсы свои, приняты свои программы. И вот это все в комплексе формирует вот эту систему молодежной власти. Совет по делам молодежи имеет совершенно четкую миссию, скажем так. Его основная цель – это представление интересов районов, городов перед губернатором Архангельской области. Губернатор возглавляет Совет по делам молодежи. У нас в составе Совета работает 40 представителей, самых больших молодежных общественных объединений, инициативных групп и представителей каждого из районов, из городов. Вы удовлетворены работой вот этих организаций? Все зависит от инициативы молодежи. Она по-разному, да, иногда бывает более активной, иногда менее активной. Таких ребят очень часто называют карьеристами. Вы рветесь во власть, а сделать ничего не можете. Вы знаете, молодежь – это ведь не какая-то особая группа абсолютно положительных или абсолютно каких-то там, да, людей, которые там, вот, все ругают. Взрослое поколение любит, так скажем, ставить какие-то клише, говорить, что, да, нашей молодости было по-другому, а сейчас молодежь вот такая и растакая. Абсолютно с этим не согласна. Молодежь представляет в целом весь срез общества. Есть ребята, которым интересно прийти во власть, которые хотят быть руководителями. Есть те, которые заинтересованы в собственном своем проекте. И нам важно услышать каждого. И поэтому важно, может быть, я скажу так очень просто, да, но очень важно предложить различные коридоры для того, чтобы быть услышанным, для того, чтобы быть поддержанным, для того, чтобы найти возможность для самореализации. Естественно, вот мы говорим сегодня, что молодежь настолько становится самостоятельной и совершенно другой. Именно даже и по образу мышления другой. Она всегда маргинальна, скажем так, да, не говоря о моментах, как люмпины, да, там, или что-то такое, а вот говоря о том, что они, ребята находятся в состоянии социального брожения. Поиска даже, да. Да, поиска. Они легко могут поменять жизненную траекторию на 360 градусов, на 180 градусов развернуться совершенно, при этом посмотрев на мир вокруг. Ребенок из семьи рабочего вырастает в интеллигента, например, областного политика, или даже на человека всероссийского, международного масштаба. Ну, вот примеров сколько угодно, да. Это молодость, тот период, когда можно самоопределиться и разработать собственную жизненную траекторию. Или решиться ее так поменять кардинально. Ну вот, наверное, вы для этого два года назад открывали дом молодежи, который работает в здании развлекательного, бывшего развлекательного клуба «Модерн». Я его знаю как киноцентр «Модерн». Киноцентр, ну пусть будет так. Но, однако же, в социальных сетях молодежь до сих пор активно дискутирует о том, что же это должно быть за место. Знаете, раз дискуссия идет, значит, это важно. Вы-то когда задумывали это, каким вы видели? Дом молодежи, сама идея, появилась еще в год. Молодежи в 2009 году. Мы обсуждали, что такая потребность явно есть, причем не просто в государственном учреждении, молодежный центр или центр патриотического воспитания до призывной подготовки молодежи. Речь шла именно о каком-то месте, где молодежь сможет найти ресурсную поддержку для реализации собственных инициатив. Где будет такой эпицентр не только событий областного масштаба, но и будет, скажем так, центр той сети, которая формируется в Архангельской области. Поддержки инициатив, возможности продвижения различных интересов с мест, которые диктует сегодня молодежь, и хочет быть услышанной, и готова реализовывать это сама, у себя на территории. Такая была идея. На сегодняшний день, конечно, дом молодежи сталкивается с огромным количеством взрослобытовых проблем. И финансовых. Финансовых проблем в том числе. У молодежи появился собственный дом. Мы не говорим о нем, как о дворце. Мы говорим пока о том, что это то место, куда можно прийти, быть услышанным, быть поддержанным. Я уверена могу сказать, что давайте фактами. В прошлом году в конце мы провели общественную защиту проектов, которые предлагают молодежные объединения, которые предлагают инициативные группы. Заявок было море. Областного масштаба. Мы не говорим о муниципальных, каких-то проектах микрорайонного значения. Заявок было очень много. Более 50 самых серьезных проектов. И в итоге сама молодежь отбирала те проекты областные, которые интересны на ближайшую перспективу. Которые будут реализовываться. Там одно ключевое условие есть. Это реализация в нескольких муниципальных образованиях. Мне кажется, что для старта это успешно. Для нормального поступательного развития нужно еще горы свернуть. То есть все только начинается. Все только начинается. Я приглашаю вас в Дом молодежи. Приходите, посмотрите. Там есть серьезные подвижки инфраструктурные. Я знаю, что у горожан очень много откликов таких проблемных. В том числе вызывает скейт-площадка, которая находится рядом с Домом молодежи. Но с другой стороны, вы посмотрите, сколько там ребят, которые занимаются делом, которые совершенствуются, которые самореализуются. Это те же самые молодежные субкультуры, которые мы фактически предложили им нормальное поле, легитимное поле для самореализации. Да. Вот у нас ведь немало существует, кроме молодежных правительств и других общественных организаций, вот такой, так называемый, неформальной молодежи, которая, как вы уже сказали, молодежь всегда маргинальна, которые ни под чей флаг становиться не хотят. Как вы с ними работаете? Они, наверное, не готовы приходить к вам? Вы знаете, у нас есть золотое правило. Мы не навязываемся, но мы стараемся через все каналы абсолютно связи, в том числе в социальной сети. Я сама веду постоянно дневник в Твиттере, отвечаю на каждый вопрос, неважно какой. Лично. Лично, да, персонально отвечаю. В ВКонтакте, в Фейсбуке, во всех сетях, в которых сидит наша молодежь, которые актуальны для нашей целевой группы. Так вот, могу сказать, что, вот, давайте еще раз вернемся к вопросу. Вы ее, пожалуйста, точно задайте, я вам сразу же скажу. Хорошо. Мы сейчас много говорим об активной жизненной позиции молодежи, да, но помимо участия в молодежном правительстве... А про тех, которые не хотят встать ни под какой флаг, да. Да, я прошу прощения, просто, знаете, роятся мысли сразу. Ну, мы, ребят, не принуждаем. Да, мы говорим о том, что мы работаем с любым молодым человеком, если у него есть конструктивная идея. Равно как и с ребятами совершенно различных убеждений, интересов. Ну, буквально любой проект. Начиная от маленького и заканчивая глобальным каким-то, ну, просто огромным, масштабным. Наша задача выступить такими операторами и проводниками, и, может быть, в какой-то мере наставниками, но не диктаторами ни в коем случае. Мы не инициируем ни одного самостоятельного областного проекта, который, нам кажется, будет актуален, будет обсуждаться, будет на виду. Мы ждем инициативу молодежи. На сегодняшний день таких инициатив очень много. Могу привести пример таких полярных вещей. Например, Мария Карель, ведущая, одна из таких интересных молодых исполнителей, музыкантов. Вокалистка, да. Известная в Архангельской области молодая девушка, которая предложила проект для ребят, которые буквально находятся в детских домах, в интернатах, и им нужна дополнительная возможность для самореализации. Мы поддержали проект «Дети поморья», который поддерживает талантливых ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Или, например, 9 проектов в поддержке молодежных субкультур, самых разных. Батл, молодежный фестиваль, все что угодно. Заканчивая в том числе посыл, который возник от наших специалистов. Научите нас работать с такими ребятами. Слышать каждого и учитывать, что мы все работаем на одну цель. Только варианты разные. Да, еще каждому, наверное, надо понимать, что нам людички-то ничего не принесут. Конечно. Что это сумму денег, которую тебе выделят, пожалуйста, для работы. Вот мы от такой, знаете, от, скажу некрасивым словом, халявы, от того, что дается вот так вот, и можно распорядиться этим, ну, вдруг с неба упали деньги, давай их как-нибудь потратим. Мы категорически от этого уходим. Более того, когда нам приносят уже защищенные проекты, приносят на подпись, на финансирование, мы детально разбираемся с каждой сметой, буквально. То есть что будет от этого? Конечно, да, в рамках реализации данного гранта необходимо, например, привезти фотоаппарат. Что мы получим в итоге? Как он будет использоваться? Смогут ли им пользоваться вся целевая группа проекта так, чтобы это было адекватно и сумме, и адекватно заявленной идеей? Это самое главное. Вот к этому мы относимся очень, так скажем, пристрастно, да, потому что вот... Вот, наверное, вот этому вы собираетесь учить на форуме «Команда-29», да? Не только этому. Пятый форум пройдет в июле. В чем фишка этого юбилейного форума? Каждый год вообще форум проходит совершенно по-разному. Я была руководителем первого форума, когда только появилась инициатива у вельской молодежи. Нам нужно было преобразовать ее, сделать ее реальной. Честно скажу, первый форум напоминал такой хороший пионерский лагерь для талантливых детей и молодежи. Последующие форумы имели совершенно разные цели и разный облик. Пятый юбилейный форум мы хотим, во-первых, пригласить и приглашаем всех выпускников, кто так или иначе не только прошел форум, но и связывает себя с большой молодой командой региона. Людей самых разных мыслей, намерений, но имеющих одну цель. Развитие территории, позиционирование Архангельской области, как вот такое место, где живут, творят, реализовываются единомышленники. Мы пятый форум разделили на две части. Первая часть будет образовательная для новичков. У нас уже такое достаточно серьезное количество заявок. Всего там будет 250 мест у нас уже с запасом. И будет отбор для участия в первой смене. Самое главное событие, самое яркое событие в молодежной политике этого лета 19 июля. 19 июля состоится открытие юбилейной смены, где будет в ходе с 19 по 21, это выходные дни. 19 пятница. Будет организована ярмарка проектов и идей. Самое главное фактов, которые принесла команда 29 для Архангельской области, реализованных намерений. А не просто там каких-то идей, презентации молодежи, какие мы замечательны. Это априори. Мы и так яркие и замечательные. Теперь давайте покажем, что мы сделали. Кроме этого будет еще заседание правительства Архангельской области. Оно традиционно проходило в разных форматах, с разной глубиной вопросов, в частности таких стратегических. Здесь будет беспрецедентная вещь. 19 июля на заседании правительства Архангельской области, оно будет прямо там, в Приморском районе, на лыжном стадионе, на площадке команды 29. С участием огромного количества молодежи будет принята государственная программа патриотического воспитания, повышения эффективности реализации молодежной политики, реализации политики в сфере спорта и туризма до 2020 года. То есть это не только стратегия, это еще и тактика с конкретными финансовыми ресурсами. И принимать этот документ будет именно молодежь. Ну что ж, действительно ответственно. Да. Но однако же я думаю, что очень много, вернее, наверное, основные какие-то упреки это в том, что очень много говорите, очень много формального в таких семинарах, форумах. А где же все-таки результат? Ну вы уже о результатах неких сказали. И все-таки всем все хочется потрогать, увидеть, ощутить. Ну вот для начала, да, начнем с предпринимательства. 35 новых бизнесов, новых предприятий. Открылась по итогам реализации программы «Ты предприниматель» федерального проекта и стала итогом форума предпринимателей. Более ста, я сейчас, наверное, неправильную цифру назову, но более ста молодых политиков пришло в органы власти различных уровней. После учебы вот на таких форумах команды. После форума молодых политиков Архангельской области. Мы его проводили в этом году второй раз. Более того, и решения более зрелые принимаются этими политиками на местах, когда они пройдут всю подготовку, им расскажут, что и как, да, чем, какие у них есть полномочия, какие инструменты, что они могут сделать реально. Ну, могу сказать, что подтверждением является более 200 реализованных конкретных проектов молодежи на территориях. Мы видим, что, когда самый главный момент – это самореализация, то мы видим, что происходит, да, что ребята находят себя, они приходят на предприятия. Мы видим, что у нас сегодня руководителями становится именно та молодежь, которая проходит программу подготовки на подобных форумах, на подобных семинарах. Система власти и подготовка молодых дублеров приносит конкретные плоды, да, где решения в муниципалитетах принимаются с опорой на молодежное мнение. С учетом тех людей, которые через несколько лет станут руководителями, в том числе руководителями региона. То есть у вас сомнения нет, что такие форумы нужны, семинары, как команда, это должно развиваться? Сомнения нет в том, что эта инициатива должна идти от самой молодежи, как и форум политиков. В этом году его реализовывал политический клуб «Точка зрения» и Молодежный совет Приморского района. Инициатива должна исходить от самой молодежи и должна быть поддержана и продвинута, это несомненно. И, конечно, второй момент, он каждый раз проблемный, каждый раз мы до искры обсуждаем, как это должно быть. Нужно уделять внимание содержанию. Форум, сам по себе это просто слово, да, очень важно, что люди из него извлекут. Даже если это будет мнением, что я никогда в жизни не буду социально активным, и мне это не нужно, это тоже важное понимание. Буду домохозяйкой. Это тоже важно. Когда человек лучше всех в мире готовит борщ, или, по крайней мере, лучше всех знакомых, да, это очень ценно. И именно к этому человеку приходят, да, идти борщи, приходят для того, чтобы буквально попробовать борща, да. Вот, но благодаря таким вот программам мы видим кадровый потенциал. Вот могу привести пример. Наши специалисты по работе с молодежью на местах, каждый год текучка составляет 50%. Это не значит, что люди разочаровываются, уходят. Их забирают сразу. В образование, в социальную сферу в целом, в культуру, ну, везде. Даже среди журналистов, да, очень много ребят, которые именно прошли программу подготовки. У них горизонт другой, они мыслят по-другому, они умеют летать. И поэтому таких людей сразу же забирают и составляют. Да, дай бог, чтобы у нас область процветала именно вот такими кадрами. И в подключении программы три коротких вопроса. Назовите, на ваш взгляд, самое яркое и удачное событие в молодежной среде, ну, за последний год-полтора. В нашем министерстве каждый день яркий, но не буду банальной. Для меня значимым событием стало вручение тысячного сертификата для молодой семьи северодвинцев. По программе обеспечить жилье у молодых семей. И, несомненно, команда 29, которая постоянно меняется. Ваши аргументы, почему молодежь не должна уезжать из нашего региона? Потому что мы дома. Потому что нас любят здесь. И мы можем самореализоваться, даже невзирая на то, что кажется, очень много проблем, препонов. Когда, знаете, как для мотыльков на свет, да, вот манит столица, хочется уехать. Когда есть ЕГЭ и база вакансий глобальная, которая делает тебя прозрачным и понятным даже где-нибудь в Краснодарском крае. Мы с вами дома, нас здесь любят, принимают такими, какими мы есть. И у нас столько проблем, что только мы с вами, да, молодые люди, можем превратить их в решаемые задачи. Вам, наверное, очень много задают вопросов на встречах. На какой вопрос у вас пока нет ответа? Когда обращаются к моей семье, да, говорят, вот вы молодая мама, как вы все успеваете? Я не знаю. Я не знаю. Главное успевать. Пока успеваете. Это покажет время. Моим малышам еще совсем мало лет, поэтому я очень надеюсь, что они вырастут достойными людьми и будут реализовывать себя именно у нас в Архангельской области. Это будет самый главный результат. Спасибо, Елена. Гость в студии Елена Доценко по делам молодежи и спорта Архангельской области. К молодым людям нельзя относиться свысока. Очень может быть, что повзрослев, они станут выдающимися мужами, писал древний мыслитель Конфуций. У молодежных дел нет точки. Все только начинается. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok